Здравствуйте дорогие друзья! С вами как обычно по понедельникам Глеб Задой и это видеопрогноз на предстоящую торговую неделю. Традиционно начинаем с небольшого блока новостей. Новостей на самом деле достаточно много, потому что на прошлой неделе для вас видео писал Владимир Чернов. У меня есть чем с вами поделиться. Во-первых, хочу сообщить о том, что мы возобновили публикацию наших ежедневных видеороликов, так что следите за ежедневными обновлениями на нашем канале. Мы записали видео о том, как торговать акциями на Форекс. Обязательно посмотрите это видео, если не видели. Мы записали видео инструкцию о том, как пользоваться сигналами на сайте АОФХ. На дополнительном канале мы закончили публикацию видеокурса по финансовой грамотности и начали писать дополнительные видео на эту тему. В частности, на прошлой неделе там появились видео о использовании пластиковых карт, кэшбэки и так далее. Так что обязательно посмотрите это видео. Ну и одно из, наверное, самых главных видео, которое мы для вас записали за последнее время, это видео о том, как искать уровни на графиках цены. Обязательно посмотрите это видео, если еще его не видели. И хочу сообщить, что на этой неделе, сразу после вебинара по торговле на Non-Farm Perils, который традиционно пройдет в пятницу, мы проведем мастер-класс. Он пройдет в 16.00 по московскому времени о том, как искать уровни поддержки и сопротивления на графике, как вообще работать с графиками и так далее. Обязательно приходите. Поверьте, будет много полезной и интересной информации. Ну и хотелось бы сообщить о том, что на сайте Аналитика Онлайн вы можете записаться на курс под названием «Интенсив торговые стратегии». Так что если вы хотите узнать больше торговых стратегий, в том числе и для внутридневной торговли, или найти какую-то свою стратегию, то обязательно приходите на этот курс. Он начнется уже в июле, ну а в августе у нас еще, напомню, начинается курс для начинающих трейдеров от нуля до первой прибыли. Вся информация, друзья, есть на сайте aofx.ru. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к ситуации на финансовых рынках. Начнем мы с вами с обзора фундаментальных событий этой недели. Во-первых, в понедельник и вторник в Соединенных Штатах Америки день независимости празднуется, поэтому, в общем-то, нет торговые дни, по сути, в Соединенных Штатах Америки, поэтому волатильность, я думаю, будет не очень высокая. Однако в понедельник у нас выступает глава банка Англии господин Карни, поэтому британец может довольно бурно реагировать на его выступление. В среду публикуются протоколы заседания ФРС. В четверг будут опубликованы данные по рынку труда от ADP. И в пятницу долгожданный Non-Farm Parals. И снова еще одно выступление главы банка Англии господина Карни. В общем-то, недели, несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки она наполовину является не торговой, будет довольно-таки насыщенными важными событиями. Внимательно следите за изменением ситуации на финансовых рынках. Ну а теперь давайте поговорим о конкретных валютных парах. Начнем мы с единой европейской валюты. Евро на недельном графике продолжает торговаться в восходящем тренде. На графике дневном аналогичной ситуации тренд восходящий. Четырехчасовой график. Здесь уже видны первые признаки начала разворота тренда вниз. Что касается ключевых уровней поддержки и сопротивления, на которые стоит обратить внимание на неделе предстоящей. Для евро-доллара ключевым сопротивлением является отметка 1.14200. При пробое данного значения мы нацелимся на отметку 1.14900, а далее можем вырасти вплоть до уровня 1.16 ровно. Ключевой поддержкой для пар выступает отметка 1.13500, далее 1.12800 и 1.12300. Скользящие средние на недельном графике указывают на пока что снижение пары. На графике дневном скользящие средние активно растут. На четырехчасовом графике аналогичной ситуации скользящие средние растут. Индикатор RSI на графике недельном и 3 и 13 располагаются в зоне перекупленности. На графике дневном оба индикатора в зоне перекупленности. Значит трехчасовом графики 13 в зоне нейтральной, а тройка в зоне перепроданности. И здесь вот в конце прошлой недели была дивергенция. Достаточно отчетливо видно ее и именно она сейчас отрабатывается. Именно поэтому сейчас у нас наступила коррекция по евро-баксу. Что касается будущих рекомендаций по данной валютной паре, то, во-первых, хочется с учетом того бурного роста, который был по евро, все-таки больше давать рекомендации на покупку. И я считаю, что покупать евро-бакс стоит где-то в районе отметки 1.13500. Может быть, если ориентироваться на FIBA по последнему росту, где-то в районе 1.13200. Ну, собственно, разница несущественная. Но, а более уверенно, как мне кажется, нужно подбирать в районе отметки 1.12800. У этот уровень обратить на нее внимание. Это, по сути, последние максимумы пары, которые были пробиты. Их, правда, сразу же после этого, на следующий день после пробоя, тестировали уже в качестве поддержек. Но, тем не менее, возврат к этим уровням и борьба за уровень 1.12800, она может быть довольно-таки логичной. Что касается того, будет расти евро или не будет расти евро, на такой философский вопрос я отвечать не буду. Но я считаю, что у евро-доллара еще есть все шансы вырасти до 1.15, даже до 1.16. Может быть, будут попытки прорыва даже в районе отметки 1.17 ровно. Не уверен, что на этой неделе, конечно, может быть и нет. Хотя данных, которые могут этому способствовать, довольно-таки много на этой неделе публикуется. Я считаю, что все-таки где-то в районе от 1.15 до 1.16 евро-доллар, если вырастет, конечно, да, оно приостановит свой рост. Так что, в общем-то, тоже за этим внимательно следите. Я не скажу, где конкретно там продавать. Это уже смотрите сами. Я бы, в принципе, пробовал продавать 1.14900, 1.16. Но делал бы это с особой осторожностью, потому что пробой данных уровней тоже вполне возможен. Итак, и переходим к британскому фунту. Британец на недельном графике торгуется в каком-то непонятном боковом тренде. На графике дневном тренд восходящий. График H4, тут опять же боковик. Что касается ключевых уровней поддержки и сопротивления, на которые стоит обратить внимание. Ключевым сопротивлением для пар выступает отметка 1.3400. При пробое данного значения мы нацелимся на 1.131. Далее есть шанс укрепления до уровня 1.31900. Ключевая поддержка 1.29600, далее 1.2900 ровно и 1.28400. Скользящие средние на графике недельном у нас снижаются. На графике дневном растут, на 4-х часов графики растут. Индикаторы рассеют на графике недельном. 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. На графике дневном 13-й в пограничной зоне между нейтральной зоной перекупленности. Тройка в зоне перекупленности. На графике 4-х часов 13-й там же в зоне пограничной между нейтральной зоной перекупленности. А тройка уже начинает заходить в зону перепроданности. Ну, собственно, каких-то явных признаков ни к росту, ни к падению по британцу сейчас нет. Он сейчас вот застрял в диапазоне от 1,29600 до 1,3400. В зависимости от того, куда мы выйдем из этого диапазона, собственно, и будут зависеть дальнейшие перспективы пары. Так же, как и по единой европейской валюте. Вообще, на прошлой неделе фунт выступал в качестве догоняющего за евро и вырос несколько сильнее, чем единая европейская валюта. И это было обусловлено тем, что евро давно уже пробил свои июньские максимумы, майские максимумы. Британский фунт в это время, вот обратите внимание, когда торговался евро уже выше своего майского и июньского максимума, фунт там топтался где-то внизу. И поэтому пришлось выступить в качестве догоняющего. Сейчас у британца так же, как и у единой европейской валюты, есть все шансы вырасти и до 1,31, и до 1,32. То есть, как бы, верха еще, да, или максимума, они, на мой взгляд, еще, может быть, и не достигнуты. Поэтому британец еще вполне себе может вырасти куда-то наверх. Однако, вот последняя рекомендация, которую мы давали, допустим, на сайте аналитики онлайн, это продажа с отметки 1,3400. Котировки пары совсем немного не дотянули до этого уровня. Если будут попытки вновь прорваться к этому уровню, можно с осторожностью попробовать продать. Но и здесь так же, как и по евро, я все-таки считаю, что более оправданными будут сделки на покупку, которые рекомендую открывать в районе 1,28,400, либо в районе отметки 1,29 ровно. Итак, по рекомендациям по единой европейской валюты и по британскому фунту это все. Подробные ежедневные прогнозы с конкретными точками не только входа, но и выхода из рынка есть на сайте AOIFX. Подписывайтесь на наши аналитические прогнозы и сигналы на этом сайте. Подписывайтесь на наш канал, если впервые видите наши видео. Ставьте лайки. Если это видео было для вас полезно, пишите вопросы, комментарии под этим видео. Можете просто написать, поставить плюсик, крестик, просто обозначится, что вы это видео смотрели. Ну а с вами был Глеб Задоя. Всего доброго, успехов в торговле и до свидания. Пока.